всем здорова продолжаю мутить с задними дверцами сейчас я их до металла зашкурил всю ржавчину вокруг ручки и планочки подсветки номера там постоянный геморрой все время там сырость мокро и постоянно там загнивает ржавчина лезет всякие жучки и подобное вот это вот место локальная постоянно но это короче я так понимаю у всех т5 на дверях такая болезнь вот эти вот ржавые жучки вот они такие вот до металла сейчас я зачистил убрал вот эти вот все жучки вон они еще есть там тоже сейчас залезу вот здесь вот это вот все под ручкой где замок стоит вот именно вот это вот место всегда ржава еще ржавого там в кромке двери в уголку я вам показывал в прошлом видосе как с этой стороны также вот эти вот локальные очаги сейчас вот эту гаечку тоже откручу вот здесь вокруг зачищу вот здесь вот все здесь здесь вот эти вот вот это место всегда имеет вот эту вот проблему больную отсюда вся и идет коррозия потому что под планкой всегда мокро сырость и еще грязь это способствует как раз вот развитие вот этих вот жучков здесь вот так тоже зашкурил зачистил насколько пока смогу тут еще немножко надо вышкрепсти до конца вот здесь то же самое здесь эту гайку сейчас я откручу путем нагрева это же вот это вот место зачищу вот это вот место здесь тоже место это все нужно убрать эту ржавчину тут такая вот насадка он уже стерлась и на больших оборотах дрели она зализывает а когда маленькие обороты дрели она шкребет нормально этих жуков эту коррозию ржавчину хорошо шкребет вот такого такая горелка есть и вот такой вот преобразователь ржавчины сейчас этим преобразователем вот вот здесь вот пройдусь в три-четыре этапа несколько раз намажу стоит реакцию производит делает чуть-чуть шкура ну опять на мажу опять кислота свое дело сделает насколько она с первого раза все вот это вот съест там опять шкура ну и опять на ваш в общем три-четыре раза пока конкретно здесь кислота не сделать свое дело полностью когда все свое дело сделает уже по металлу будет видно работу кислоты а потом после этого всего опять немножечко скотч брайтом зашоркаю грунта ну кислотником а после грунта ну а таким нормальным двухкомпонентным наверно пор заполняющим грунтом мы уже дуну потом красочкой болтать надо хорошенечко раньше я пользовался постоянно цинкарем ну все вы наверное знаете он таких в оранжевых баклашечках было сейчас вот такой вот пошел у нас мы уже полбанки из расходов в принципе работает но мне цинкарь больше нравился там что-то по ходу содержание кислоты было побольше чем здесь но тем не менее это тоже работает тоже эффективный я им уже проходился кромку двери сдвижной проходил и там под передним крылом проходился и сейчас мы пропитаем и там перед теперь водитель порог с передней стороны так отлично вот запитали ну и все вот так сейчас я наношу торец тоже обязательно надо пройти запах сразу кислотный пошел сейчас первые минуты первые 10-15 минут никакой эффект никакой реакции не заметим но после уже там часа можно уже будет вид видеть что кислота начнет свое действие здесь тоже обязательно пройдем все в обязательном порядке тщательно тщательно замажем все тщательно тщательно все замажем так но это несколько раз нужно этот этап произвести как я вам же и сказал вот 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 а вот все даем время пусть пока работает кислота вот этот болт вот закоренел в этом лужончике видите там коросты все ржавчины он не откручивается сейчас я его нагрею горелкой и откручу горелочку запалим погреем сейчас вот так это подставим жесть чтобы не спалить лишнего сейчас хорошенько прогрею гайку эту ну что попробуем открутить вот отлично отлично сработано да вот так вот все на здесь и прикипает закореневает вот так как ужин он бронзовый походу так и еще и еще есть вот второй такой же сейчас его точно так же нагрею до красна и откручу приступим он шкрипит но идет пошел бронза быстро нагревается отлично эти вертыши вот эти гужончики они стоят вот здесь вот в этой планочки номерной здесь выворачивается а так как они прикипели к болтам то они выкрутились из пластмассы так ну а вот пока мы эти болты грели откручивали вот уже кислота начала свое действие видите потемнело таким таким серым цветом стал металл это кислота делать свое дело выедает ржавчины и цинкует но я не скажу что она прям конкретно ржавчину выедает но то что вот как бы цинкует серый налет это есть такой тонкий слой цинка появился вот ждем пока он высохнет шкуранем скотч брайтом и еще раз за цинкую ну вот то же самое то же самое и здесь вот уже видно что таким серым налетом металл покрылся сейчас здесь за зачищу ежиком и точно так же обработаю вот видите какой серый этот реакцию с ржавчиной пошла вот тоже серый цвет вот здесь где такие большие очаги ржавые еще остаются вот получается такая вот реакция